Ранее глава государства встретился с воспитанниками Тульского Суворовского училища. Он поддержал идею о создании особых научных род. С ранних лет будущих офицеров будут обучать не только военному делу, но и естественным и точным наукам. Товарищи школьные главнокомандующие, Тульское Суворовское военное училище. Я в церемонии открытия училища и вручения знамени отстроен начальник училища, полковник Алексеев. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи, новым и главнокомандующим! Вольно! Глава государства обошел и классы, где учатся суворовцы. Сначала кабинет военной и воздушно-десантной подготовки, а далее кабинет химии, где в то время как раз проводили опыт. Президент вообщался с преподавателями и учениками, пожелал училищу процветания. Анна Светлана, все остальные ребята тоже занимаются своими карточками индивидуально. Уверен, возрожденное Тульское Суворовское училище сохранит и приумножит ценности суворовской системы образования. Ее отличительной чертой всегда были глубокие знания, высокая культура и дисциплина, воспитание истинного патриотизма. Это по-особому... это особенно важно сейчас. Также президент побывал на заводе «Сплав». Если название вам ни о чем не говорит, именно он производит системы залпового огня, град, смерч и ураган, а также радиоэлектронное оборудование. Именно в микрофон с этого завода Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали». И вот сейчас использовать военный потенциал надо в гражданских целях. Завод «Октава». 70% площадей не были содействованы. Вместе с нашим стратегическим поперлением Тульской области мы подписали соглашение на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Ребята, кто это? 21 степа. Значит, пришла идея на базе этого предприятия создать некий индустриальный класс, куда будет входить высшая технологическая школа, детский парк Ванториум и музей, уникальнейший музей с учетом наших всех промышленных предприятий и урожайных в том числе, значит, станка строительства. Показали президенту линейку медицинских аппаратов. Среди разработок автоматизированы диагностические лечебные комплексы поддержания жизнедеятельности человека. Также на выставке продемонстрированы уникальные сплавы для имплантов, хирургический лазер, медицинские морозильники, рентгенологическое оборудование. Немало, а низкая мечта.